Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами про естественные ссылки. Так, подписчик канала спрашивает, зачем делать ссылочный профиль только ради того, чтобы робот их увидел, алгоритм посчитал их рейтинг. Не лучше ли просто искать таких доноров, откуда точно пойдет хоть какой-то трафик? Разве поисковики не могут определить точный трафик, который идет с определенной ссылки? Но начну с конца отвечать. На самом деле, поисковики не могут определить точный трафик. Они могут определить это с какой-то долей вероятности, но им в принципе хватает этих данных, косвенных данных, по каким ссылкам какие люди переходят, для того, чтобы построить некоторую модель, а по каким ссылкам обычно люди ходят, по каким не ходят. И эта модель, нет точных данных, насколько она применяется внутри поисковых систем, но точно они могут этими данными пользоваться, и похоже, что пользуются. По крайней мере, по Гуглу все указывает на то, что Гугл, даже когда не знает, будут ли переходы по ссылке, он по косвенным признакам пытается определить, с какой вероятностью по ней кликнут. То есть, например, ссылка, насколько она высоко находится на странице, какого она там размера цвета, где она находится, в каком абзаце, в каком тексте, какая-то, если это картинка, насколько она большая. Ну, в общем, то есть разные разные свойства, как этой ссылки внутри страницы, так и, в принципе, свойства этой страницы. Поэтому точно не могут определить, но в целом поисковики понимают, что если есть некоторая совокупность признаков, что этот сайт размещает часто нечестные ссылки, но неестественные, то доверие к его ссылкам ниже, как минимум. Раньше было такое понятие, как не подфильтр, то есть это фильтр, который полностью нивелировал вес ссылок с этого сайта, ну и вес, и анкордную составляющую, то есть они не учитывались в релевантности, в расчете релевантности той страницы, на которую эти ссылки вели, и, в принципе, эти доноры становились бесполезными. Сейчас нет точных данных про этот фильтр, потому что Яндекс его закрыл, возможности его определения, но все указывает на то, что сейчас все еще он работает. Единственное, что он не зануляет этот вес, то есть и не полностью эти сайты становятся бесполезными, но уменьшает очень-очень сильно. То есть если раньше нельзя было найти акцентера, сайта-получателя, по вхождению этого анкора этой ссылки, то потом стало можно находить, то есть когда они не занулили, а просто очень сильно дисконтировали. Ну и в итоге вес эта история сейчас практически не передает, поэтому если вы видите очень сильно заспамленный сайт, на котором явно что множество неестественных продажных ссылок, либо просто заспамлено, то ставить там ссылку особого смысла нет. Вот, поэтому ставить ссылки только ради того, чтобы робот их увидел, наверное, смысла нет, если есть возможность поставить ссылки в таких местах, откуда могут быть реально живые переходы. То есть если у вас так получается сделать, то ставьте в таких местах, откуда будут еще и переходы. В итоге и для SEO будет пользы больше, ну плюс оттуда получите некоторый объем продаж, плюс косвенно тот трафик, который будет идти с этой ссылки, он будет помогать вашему сайту в целом продвигаться не только этой странице. Поэтому в этом смысле не так все радужно, то есть не только работают такие ссылки, но и все остальные тоже работают, но если у вас есть возможность, то лучше поставить ссылку именно такую. На этом все, пишите ваши вопросы в комментариях и подписывайтесь на канал. Пока.